Службы, задействованные в жизнеобеспечении города, готовятся к предстоящей зиме. Ремонтируются инженерные сети и оборудование котельных. Ведутся профилактические работы в жилищном фонде и на предприятиях. Готовятся к напряженной работе энергетики. Напомню, в прошлом и позапрошлом годах из-за изношенного оборудования на Лабутнанской электростанции произошли две серьезные аварии. Как сегодня обстоят дела у поставщиков важнейшего ресурса? Об этом в репортаже Андрея Симоненко. Это кадры, снятые в ноябре 2013 года. Тогда весь город погрузился во тьму на несколько часов. Произошло возгорание одной из ячеек распределительного устройства. Причиной стало изношенное оборудование. Это одно из слабых мест городской электростанции и по сей день. А отодвинуло его плановую замену еще одна авария. В августе 2013 года произошло разрушение генератора третьего энергоблока. При этом пострадал четвертый энергоблок и машинный зал. А скупки повредили даже рядом стоящее административное здание. К счастью, люди не пострадали. Последствия устраняли больше года. Ведь турбину пришлось отправлять на завод-изготовитель. Только в октябре 2014 года третий энергоблок заработал в штатном режиме. И успешно прошел проверку зимними нагрузками. Пилеют повышенных зимних нагрузок прошли. Сейчас готовимся к возобновлению стройки главного распредустройства. 6 кВт. Проходим до конца все согласовательные процедуры. Потому что, к сожалению, бюрократии много в этом процессе. Сейчас текущие ремонтные работы на электростанции идут полным ходом. Планируется потратить на эти цели 30 миллионов рублей. Еще 20 уйдут на ремонт существующих и строительство новых сетей электроснабжения. Работает в этом случае так называемое концессионное соглашение. Оно подразумевает инвестирование собственных средств акционерного общества «Передвижная энергетика» в муниципальные электрические сети наружного освещения. А затем их эксплуатацию и получение прибыли. Все происходит в соответствии с нашими планами. Единственное, жизнь вносит свои коррективы и приходится местами вносить новые мероприятия. Потому что и город развивается, что-то меняется и в планировке. Ну, в общем-то, если делать все своевременно, то никаких проблем не возникает. Энергетика – это как раз тот случай, когда суровые северные условия заставляют готовиться они летом. Инциденты с отключением электроэнергии вызывают массу критических замечаний со стороны населения. Но энергетики уверяют – они делают все для того, чтобы такие случаи исключить. Андрей Симоненко, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».